Так, в общем-то, пап, для начала открываешь F1 Studio, как обычно, заходишь вот сюда вот в микшер, выбираешь любой канал, мы обычно делаем на восьмом, ставишь здесь микрофон, так, я пока что ставить не буду, для начала, получается, сначала ставишь вот этот вот периметрик EQ2, сейчас еще раз покажу, как он ставится, сюда, периметрик EQ2, получается, это эквалайзер, он вырезает высокие и низкие частоты, сейчас покажу, как это работает. Так, в общем-то, если, вот здесь вот написаны низкие частоты, то есть, если сделать их выше, то есть, будет, низкие частоты будут приводить в голосе, нам это не надо, поэтому мы их убираем. Вот так вот, сейчас вот сюда, вот эти вот крутилку делаешь, делаешь ее так, чтобы она была горкой, и вот эту вот снизу крутилку тоже можешь поделать, и снизу срезаешь низкие частоты, вот. Потом еще видишь, здесь в голосе есть еще активность, надо ее немного снизить, вот так вот, и примерно здесь вот тоже есть небольшая активность, тоже надо срезать. С эквалайзером работу закончили. Следующий идет компрессор. Это для сжатия голоса, получается. Голос сжимать можно вот так вот, то есть, сейчас покажу на примере. Трэшшот надо убрать вот так вот, наполовину примерно, ратио, где-то вот так, вот так вот. И вот, получается, и получается то, что голос стал более сжатый, можно сделать его погромче на гейне, вот так вот вправо делаешь, и голос становится громче, и то есть он становится более сжатый, ну, более приятнее слышит. После этого надо будет уже добавлять лимитр, фруйти-лимитр, вот, сюда. Здесь уже есть готовый пресет, получается, нажимаешь сюда, пресет, и пресет noise gate, вот так вот. И вот, он делает так, чтобы пауз не было, то есть не было шумов. Вот, вот видишь, здесь будет тихо, пока я не начну говорить, вот. Абсолютно тишина. Дальше. Дальше мы идем, получается, на реверберацию, то есть это эхо. Получается, надо выставить его вот так, выше, выше. Здесь можно еще не трогать, но можно вот это немного вверх, и это немного вверх. И здесь общую крутилку надо его понизить, примерно на четверть, может даже вот так вот меньше. И вот, сейчас послушаю, как это, как это сработало. А теперь присутствует вот такое вот эхо. Вот так вот. Дальше можно добавить еще саундгудайзер, то есть это делает звук чище тоже. Вот. Немного понизить, вот так. Вот так вот. Вот так. Дальше. Можно еще добавить сюда Fruity Peak Controller и Preset Default. Вот так вот. И то есть, вот так звучит вот сюда обработанный голос. Можно немного эхо убрать. На этом все, в принципе. Теперь, чтобы сохранить этот пресет, можно сделать так, смотри, пап. Делаешь файл. Правая кнопка мыши на вот этот канал. Файл. И вот где мышка Save, Mixer, Track, State, As. Вот этот. Нужно зажать ее, зажать. И перетянуть какую-то папку. Напустим, сюда. Вот. Оно сохранилось. Можешь ее переменовать как хочешь. Дальше в будущем я, если закрою проект, допустим, все, уже не сохранил даже. Захожу на новый проект. Открываю микшер. Вот так вот. И беру этот файл и закидываю его на основу, на восьмой канал условно. Видишь, здесь уже все обработки сохранились. То есть, снова делаю микрофон и голос обработанный. На этом все.